Всем привет! Меня зовут Алексей. Я для вас снимал очень много Нив. И одни из самых популярных роликов на моем канале это про Нивы. Я снимал для вас обычную Ниву, Нивы Урбан, их сравнение и даже оффроуд. И сегодня пришло время наконец-то вам показать Ниву Бронта. В первую очередь, если сравнивать Ниву Бронта с обычной Нивой, мы, естественно, увидим различия внешние. У нас здесь 15-е диски на грязевой резине, расширители на всех арках, другие бампера черного цвета. Автомобиль у нас в дорогой окраске, на самом деле, которая называется городской пиксель. То есть это окраска дороже обычного камуфляжа. Увеличенный клиренс. Здесь он у нас составляет 240 миллиметров. Ну и вообще, если в Ниву посмотреть и чисто оценить внешне, да, она не выглядит как-то революционно, но любители на нее все равно есть. Она многим реально нравится. Просто потому, что это уже превратилось в какую-то классику, привычную для всех, чуть ли не как гелик какой-то. Когда сюда садишься, чувствуешь этот запах детства, можно сказать. Мы его уже обсудили за камерой. Ну реально, вот такой прям запах вазовской классики. В какой-то степени он приятный, напоминает опять же о детстве. Ну, открыв капот, вы здесь понимаете, что ничего не поменялось. Вот это вот крепление капота даже никак не поменялось, естественно, с самых первых Нив. То есть, чтобы его закрыть, это нужно прям вот так вот сделать, только потом вы его закроете. Двигатель здесь 1.7 на 83 лошадиной силы. Глобально здесь силовые агрегаты никак не поменялись. Здесь у нас другие стоят пружины амортизаторов. За счет них как раз-таки у нас поднят клиренс. Здесь у нас стоят самоблокирующиеся дифференциалы спереди и сзади. То есть, все мы знаем, в принципе, то, что Нива сама по себе всегда была достаточно проходимым автомобилем. То есть, если посмотреть на нее так с виду, но так не кажется. Но на самом деле она заезжает и выезжает просто отовсюду. А здесь еще ее в этом плане доработали. Конечно, можно долго рассуждать насчет этого всего. Насчет того, что здесь никак не меняется двигатель. В него рекомендуют зачем-то заливать 95-й, хотя он изначально создавался под 76-й опять же. Также здесь у нас установлен усиленный задний мост. И из изменений здесь еще отдельно прям так выделяют дополнительную антикоррозийную обработку у варок. Это, в принципе, все изменения и отличия между обычной Нивой и Нивой Бронта. А задний мост у нас усилен за счет вот таких П-образных конструкций, которые вот так приварены к заднему самому мосту. И на них еще крепятся элементы подвески. То есть это вот так вот все можно наглядно посмотреть, как это сделано. Ну и для ее веса даже кажется, что хватает мощности этих 83-х вожденных сил, потому что, в принципе, она вытягивает с любых оборотов, даже как-то разгоняется. Но разгон до сотни у нас даже по паспорту заявлен как 18 секунд. Давайте сейчас заведем наш автомобиль. Другая приборка у нас здесь стоит, а-ля Lada Granta. Здесь у нас есть два подогрева сидений, кондиционер, электрическая регулировка зеркал и передние стеклоподъемники. И, в принципе, здесь на самом деле больше рассказывать нечего. Здесь даже до сих пор устанавливают вот такие вот у нас переключатели раздатки и понижающие передачи без просто вот каких-то разъяснений. Ну, то есть просто поставили вот такой вот шарик. Достаточно далеко у нас установлен рычаг переключения передач. То есть к нему прям приходится тянуться. Естественно, у нас никакой музыки, у нас нет даже аудиоподготовки за 800 тысяч рублей. Конечно, было бы повеселее, если бы сюда поставили новый вариант, который сейчас на Lada 4x4 устанавливается. Вот эта подсветочка в стойках желтая, потолок в черную точку. Да, салон никак не изменился, но при этом он не скрипит, ничего с ним не происходит. И все свои кнопки он оставил на интуитивно понятных удобных местах, можно сказать. Ну, потому что реально везде можно дотянуться, они большие и так далее. Багажник здесь открывается по-старому. То есть здесь у нас находится эта ручка, вы ее дергаете. Я даже выучил объем багажника, 265 литров, если я не ошибаюсь. Ну, естественно, он не для крупногабаритных грузов каких-то. У нас можно, конечно, сложить спинки задних сидений, но все равно много сюда не поместится. Но, в принципе, и в Ниве никогда много не возили. Здесь у нас отдельный бачок для заднего омывателя. Нет никаких ручек, чтобы закрывать, то есть никак не доработали. Но если у вас что-то не поместится в багажник, вы можете воспользоваться вот этими рейлингами. Я думаю, многих сейчас интересует цена этого автомобиля. У нас максимальная комплектация для Нивы получается, плюс у нас еще эксклюзивный тип и цвет, городской пиксель, за деньги. И наш экземпляр стоит 830 тысяч рублей, 829-900. Много это или мало, по современным меркам это сложно сказать. Вроде есть любители на нее, а вроде цена кусается. Этот небольшой обзор был как затравочка к большому тест-драйву, возможно, даже оффроуду на этом автомобиле. То есть в дальнейшем мы можем взять этот автомобиль и поехать на полноценный оффроуд, полазить на нем и так далее. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и напишите сейчас, что бы вы вообще поменяли в современной лазе 4х4. Что бы вы здесь изменили, что бы улучшили и так далее. Большое спасибо вам за просмотр. Спасибо официальному дилеру Lada в Тольятти Центральное СТО за предоставленный автомобиль на съемку. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Задавайте мне любой вопрос в комментариях, либо в соцсетях. Я всем отвечаю. Пока!